Всем привет! Сегодня я познакомлю вас с одним довольно странным и загадочным явлением, которое происходит с обыкновенной медью. У меня на столе лежит электротехническая медь, она довольно чистая, хотя и не на 100%, но все-таки это медь. И все мы прекрасно знаем, что медная провода, медная проволока, она имеет, во-первых, хорошую электропроводность, она достаточно слабо окисляется на воздухе. И что вы знаете еще о меди? Да, она красиво, вот так вот с красноватым оттенком блестит. А еще? А еще любая медная вещь тем плоха была в доисторическую эпоху, что была она гибкая. Медь хорошо гнется и при этом не ломается. Если мы будем сгибать и разгибать медную проволочку достаточно долгое количество раз, мы, конечно, ее сломаем, но это будет сделать достаточно трудно. А как вы думаете, можно ли каким-либо способом сделать медь закаленной, жесткой, хрупкой? Как вы думаете, не прибегая к металлургии, не добавляя специальных добавок? А что если я вам скажу, что вот эта вот медная пластина оказалась закаленной, но вовсе не при помощи температуры, не при помощи легирования, а при помощи воды? Да, она слегка позвякивает, эта медяха, но это есть не что иное, как обыкновенная медь. Если пробовать ее тестером, то она прекрасно проводит ток. Если пробовать зачищать ее наждачкой или ножом, то мы увидим характерный медный блеск. И в принципе она хорошо царапается. Но, вот эта вот медная железяка, хотя так говорить неверно, сейчас стала закаленной. Хотя может быть и не закаленной, но твердой и хрупкой. Если я буду сгибать вот такую медную пластинку, которая просто так валялась у меня без дела в гараже, то ничего интересного не произойдет. Она согнется, потом разогнется, то же самое произойдет и с проволокой. Но как же получилось так, что вот эта вот пластинка вдруг стала закаленной? Кстати говоря, как доказать, что эта пластинка более закаленная, чем вот этот вот кусочек меди? Если постучать... Ну, давайте я попробую зажать ее вот так вот кусачками и постараюсь постучать ножом. Нет, колокольчик у меня не получился, увы. А если эту попробовать также зажать кусачками и постучать ножом? Не очень. А вот на тряпке... Это звенеть не хочет. А это звенит прямо как кусочек фарфора. А еще как ведет себя закаленная сталь? Вот, скажем, вот эта нержавейка, она хорошо закалена, она прочная. И если бы она была недостаточно закаленной, она бы просто гнулась. В пассатижах и в других инструментах кончики и режущие кромки обязательно закаляют. Но вы наверняка знаете, что перекаленная сталь любых пассатиж и кусачек при слишком сильном усилии имеет свойство крошиться и ломаться. То есть вот эти вот кусачки могли быть сломаны из-за того, что они перекалены. Они бы не согнулись, но сломались. А можно ли сломать медную проволоку или же медную железяку? А давайте попробуем. Смотрите. Я зажму кусачками вот этот вот кусочек меди. И вот так вот его возьму прямо при вас. И он раскрошился на мелкие осколки. Здесь на изломе хорошо видно некую кристаллическую структуру, которая есть кристаллы меди. Но откуда вдруг кристаллы меди появились вот в такой медной пластинке? Уверяю вас, так ведет себя любая электротехническая медь, которую погрузили в воду. Но не в обычную. Я занимаюсь дайвингом достаточно давно, а иногда даже и работал водолазом. Так вот, очень часто, меняя фланцы, меняя патрубки, я замечал, что на старых пароходах, на старых судах медяхи, которые оказывались в воде и хранились очень долгое время, ну или лежали просто в воде, в морской, долгое время, становились хрупкими. Хрупкими становились вот такие проволоки. Хрупкими становились контакты, обмотки электродвижков, электромагниты. Даже вот такие радиаторные пластинки в морской воде становятся хрупкими. Почему это происходит? Я этого не знаю. Для меня это некоторая загадка. Как может ничего не пропускающая сквозь себя медная пластина, находясь в морской воде, становиться вот такой вот хрупкой и превращаться, по сути дела, практически в фарфор, а может быть в медный чугун. Да, звучит достаточно глупо и наиграно, но именно вот такой вот медный чугун сейчас перед вами, у вас на глазах, я беру и ломаю с помощью щипцов. Смотрите. И как такое может быть? Удивительные факты, связанные с морем, медью, ну и конечно же нашим побережьем. А на этом все пока. Я надеюсь, умные зрители и умные читатели мои подскажут мне разгадку этого парадокса. Почему? Медь, валяющаяся, не настолько долго, чтобы морская вода растворила полностью эту медную железяку, но достаточно долго в морской воде, становится хрупкой и даже вот такой вот, ну я не знаю, рыхлой можно сказать. То есть получается, что морская вода проходит сквозь какую-то пористую металлическую решетку, кристаллическую или поликристаллическую меди, и меняет ее структуру так же, как в доменной печи появляется структура из высокоуглеродистой стали, которую называют чугуном, и вот становится такой вот зернистой, хрупкой, ломкой, ну и непрактичной, конечно. Как вернуть обратно свойства такой медной железяки, я точно знаю. Ее можно хорошенечко разогреть в муфельной печи. Но почему произошла вот такая вот странная кристаллизация при низкой температуре в морской воде, для меня остается загадкой. Давайте вместе решим этот парадокс, и возможно в комментариях к этому ролику мы почерпнем множество новых и интересных знаний. А на этом все. Пока, до следующих встреч.